Девушки отдыхают Девушки отдыхают Боль Эмоцию Прикосновения Все Эти записи образуют так называемый трак времени Последовательную запись всего пережитого вами Ваш разум использует эти данные, чтобы решать проблемы, относящиеся к вашему выживанию Чем лучше его решение, тем лучше вы выживаете В основном эти данные хранятся в аналитическом уме Той части вашего разума, которая мыслит, вспомнит и рассчитывает Но некоторые из ваших переживаний не попадают в аналитический банк памяти В дианетике было открыто, что все ваши болезненные переживания Хранятся в ранее неизвестной части разума В реактивном уме И он возвращает вам эти болезненные переживания В иррациональном стремлении не дать К тому же случится с вами вновь Вот простой пример из жизни Возможно, когда-то вы съели что-то несвежее и вам стало плохо Позднее, если вы увидите эту пищу, почувствуете ее запах Или, может быть, просто вспомните о ней Вас начнет подташнивать Логически вы понимаете, что один лишь вид или запах пищи Или мысль о ней не сделает вам ничего плохого, когда вы не едите ее И все же у вас возникает такая же тошнота, как и раньше Это ваш реактивный ум Заставляет вас снова переживать те восприятия, которые он записал раньше В неуклюжей попытке защитить вас от того, что он считает опасным Он действует только по принципу раздражитель, ответ Ниже уровня вашего осознания Болезненный опыт, скрытый в вашем реактивном уме Это источник ваших страхов Неуверенности Негативных мыслей Отрицательных эмоций И нерационального поведения Этот глубоко скрытый опыт накапливался в течение всего вашего существования На самом деле, самое пагубное случилось еще до вашего рождения Как бы вы жили, если бы вся ваша прошлая боль больше не влияла на ваши способности, эмоции и действия Вы бы думали и действовали рационально, принимая наилучшие для выживания решения Вы бы использовали все свое воображение и творческие способности Вы были бы уверенным, более сообразительным и эффективным, и были бы счастливее Вы были бы собой Могли бы наслаждаться жизнью и реализовывать весь свой потенциал Ваш разум был бы чист Это и есть состояние КЛИР Цель Дианетики Люди достигают его каждый день Можете его достичь И вы Это видео сопровождает книгу «Дианетика. Современная наука о разуме» Оно разделено на части И каждая часть расширяет границы вашего понимания Вы узнаете, где хранится ваш негативный опыт И как именно он влияет на вас без вашего ведома К тому же В дианетике содержится технология того, как найти эти скрытые моменты И полностью восстановить в памяти их осознание Благодаря чему вы освободитесь от их негативного влияния В этом видео будет показано, как в точности это сделать Но прежде чем вы узнаете эту процедуру Вам нужно понять кое-что о разуме И более того О самой жизни Например Что делает жизнь? Посмотрите на травинку, которая пробилась сквозь асфальт Что она делает? И как это относится ко всему живому? В том числе к вам Скоро? Вы об этом узнаете Субтитры создавал DimaTorzok Что движет вами в вашей жизни? Иначе говоря, чем продиктованы ваши действия и решения? Что вы в конечном счете пытаетесь делать? Какова цель жизни? Давайте возьмем эту травинку, которая пробилась сквозь асфальт Что она делает? Что она делает? Она выживает Как и любое живое существо Включая вас Кажется, будто все живое подчиняется одной главной команде И эта команда Выживай! Выживание объединяет все, что живет То, что человек выживает Не новая мысль Но то, что человек в конечном счете пытается только выживать Это новое открытие Это сила Которая движет всеми вашими действиями Все, что вы делаете Каждая мысль Каждое решение И каждый поступок Все движимое вашим стремлением выживать Это важно понять Поскольку это неразрывно связано с тем Как думает ваш разум И скоро вы это увидите Выживание Не значит быть живым в данный момент И мертвым в следующий Вы пытаетесь жить не только как можно дольше Но и как можно лучше Поэтому есть степени выживания Кто-то еле-еле выживает А кто-то выживает на высоком уровне счастья и достижений Насколько хорошо выживаете вы? Чтобы понять это Вы должны знать, для чего вы выживаете Вы могли бы подумать, что выживаете лишь ради себя Или, возможно, вы считаете, что выживаете лишь ради секса И воспроизведения потомства Или, может быть, ради группы Или только ради человечества Но ничто из этого Само по себе не объясняет всех ваших действий Нет Вы выживаете ради всего этого Итак, ваше основное стремление выживать Разделяется на четыре устремления В дианетике их называют четырьмя динамиками Динамика – это стремление выживать, двигаясь по определенному курсу Например, первая динамика – это ваше стремление достичь наивысшего потенциала выживания для себя Это включает пищу, одежду, кровь, личные устремления и ваши цели Вторая динамика – ваше стремление к потенциальному бессмертию в детях Она включает в себя секс, а также рождение и воспитание детей Третья динамика – ваше стремление к выживанию посредством групп В качестве члена группы или к выживанию самой группы Это и группа, в которой вы работаете, и клубы, и команды, в которых вы числитесь Даже ваша страна – это группа Четвертая динамика – это стремление к выживанию для человечества И стремление всего человечества выживать Если вы действуете оптимально Вы стремитесь выживать как можно лучше по всем вашим четырем динамикам Но если вы не выживаете хорошо в одной или более из этих областей жизни То вы не будете хорошо выживать в целом Вам нужна сильная динамика, чтобы преодолевать жизненные препятствия на пути к счастью и успеху И вам нужны рациональные решения проблем, грозящих уменьшить ваш потенциал выживания Если бы вы действовали на самом оптимальном уровне, ваша динамика была бы очень сильна Тот, кто избавлен от влияния реактивного ума, действует именно так Его решения проблем рациональны и выживательны Поскольку ничто не нарушает его расчеты Но когда реактивный ум вводит в расчеты нерациональные данные Возникают нерациональные мысли и решения И вы обнаруживаете, что ваше поведение вредит одной или всем вашим динамикам Таким образом, ваше стремление выживать в конечном счете вредит вашему выживанию Это потому, что ваш реактивный ум думает совсем не так, как аналитический На самом деле, есть три вида мышления Как вы скоро увидите Есть такое старое изречение Человеку свойственно ошибаться Но на самом деле, это не так Ведь та часть разума, которая анализирует информацию, чтобы решать проблемы Ошибаться не может Представьте, что аналитический ум — это компьютер Но это не просто компьютер Это компьютер безупречный Он никогда не ошибается Само ваше выживание зависит от его постоянной правоты Но его решение не лучше тех данных, которые он использует в расчетах Когда реактивный ум вводит в расчеты скрытые, нерациональные данные Вы мыслите или реагируете нерационально, аберированно Слово аберрация означает отклонение от рационального мышления или поведения По сути, оно означает ошибаться Ваш аналитический ум не знает, что его расчеты нарушаются этими нерациональными данными Он даже не подозревает об их существовании Это потому, что в моменты вашей жизни, содержащие боль Аналитический ум отключается в попытке защитить себя Как и любой чувствительный прибор И тогда ваш реактивный ум Тут же берет контроль на себя и начинает запись Это более грубая и прочно сработанная часть разума Сконструированная так, чтобы выдерживать болевой шок Но эти инциденты – не воспоминания в обычном смысле Инциденты, записанные в реактивном уме, называются инграммами Они похожи на кино, но содержат все восприятия Вид, звук, запах, вкус и ощущения Включая все то, что говорят окружающие во время инцидента Инграмма – это полная, вплоть до мельчайших подробностей Запись каждого ощущения, присутствовавшего в момент боли и бессознательности Боль может быть физической, например, когда вы травмированы Или душевной, скажем, когда вы переживаете потерю Бессознательность может быть полной Например, в результате несчастного случая Или когда вы под наркозом Или же ваша способность осознавать может быть просто ослаблена Например, когда вы больны, травмированы Или когда ваше тело отравлено, скажем, алкоголем или наркотиками Рассмотрим вновь пример с отравлением несвежей пищей Это инграмма Когда позже вы оказываетесь в ситуации чем-то похожей на инграмму Хранящуюся в вашем реактивном уме Он стремится не дать тому же болезненному происшествию Случиться с вами вновь Но он делает это очень грубо и нерационально Это потому, что ваш реактивный ум думает не так же, как аналитический Ваш аналитический ум мыслит рационально Он сравнивает вещи и видит различия между ними Скажем, если бы вас попросили рассортировать эти фигуры по форме и цвету У вашего аналитического ума не возникло бы проблем Это потому, что он видит различия между ними Он мыслит различиями Это аналитическое мышление Аналитически вы знаете, что яйцо, которое вы едите сегодня Это явно не то же самое яйцо, от которого вас тошнило три года назад Это рациональное мышление Но реактивный ум так примитивен, что не видит различий Если бы его попросили рассортировать эти фигуры Он решил бы, что каждая фигура такая же, как и любая другая Он считает, что все равно всему остальному И это реактивное мышление С точки зрения реактивного ума Если когда-то вы заболели, съев тухлое яйцо То впоследствии вы можете заболеть из-за любого яйца Это потому, что для него все они одинаковы Он не видит различий между двумя яйцами Или между тогда и сейчас Но этим дело не ограничивается Для реактивного ума Любая частица информации в инграмме Тождественна любой другой частицей информации в ней К примеру Кто-то играл на тубе, когда вас тошнило из-за тухлого яйца С точки зрения вашего реактивного ума Все яйца тождественны друг другу И тождественны чувству тошноты А чувство тошноты тождественно звуком тубы Так что позже, услышав звуки тубы Вы можете почувствовать тошноту Ваш аналитический ум Попытается путем расчетов найти другую причину тошноты Это оправдательное мышление Ваше оправдание нерациональному поведению На самом деле, ваш реактивный ум, действуя ниже уровня осознания Включает ту же боль из первоначальной инграммы Как глупое предостережение Держаться подальше от этой тубы Поскольку для него тубы равняются тошноте В дианетике такой тип мышления получил название Что угодно, равно что угодно, равно что угодно Или просто А равно А равно А У существ на низших уровнях развития Это реактивное поведение отчасти выживательно Когда рыбка получает повреждения Ее реактивный ум записывает все восприятия, связанные с этим И потом, всякий раз, когда они появляются в окружении Он заставляет ее уплыть прочь Однако, что касается человека Этот механизм выживания давно изжил себя Но он все еще существует Что если он нерационально предостерегает вас Не только насчет яиц Что если речь идет о том, кого вы знаете Или о том, что вы делаете Или о том, чего вы стремитесь достичь Ваш реактивный ум работает исключительно По принципу раздражитель-ответ Он стремится помочь вашему выживанию Однако его грубые ошибки На самом деле подавляют ваши усилия выживать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чтобы понять, как реактивный ум может командовать вами без вашего ведома Рассмотрим, что происходит при гипнозе Так вот, дианетика — это не гипноз Однако анализ того, как работает гипноз Покажет вам, что есть часть разума ниже уровня осознания Содержащая данные, которые могут управлять вами Гипнотизер, делая бессознательному человеку внушение Может заставить его неосознанно действовать нерационально Любой человек под гипнозом оказывается в состоянии частичной бессознательности После этого гипнотизер закладывает команду Которая позднее контролирует мысли или поведение человека Человек не знает о ее существовании Но что-то, что он видит или слышит позже Будет активизировать ее без его ведома Теперь он будет выполнять эту скрытую команду Вообще не осознавая этого Заметьте, что его аналитический ум Пытается объяснить или оправдать его нерациональное поведение Аналитический ум всегда должен быть прав Когда он сталкивается с нерациональным поведением Он будет оправдывать его Здесь человек сначала действует разумно Затем получает внушение И после этого временно действует нерационально Каким бы глупым ни было внушение Он так или иначе будет ему подчиняться Например, ему можно внушить, что когда он видит такси Его начинают донимать комары Ему можно сказать, что он должен чихать, услышав слово Ему можно сказать, что все женщины восхищаются им И он будет верить этому Любое внушение будет действовать как команда Причем он не будет об этом знать И будет заставлять его вести себя нерационально Пока гипнотизер не снимет внушение Подобно гипнотизеру, который делает внушение Инграммы устанавливают скрытые команды в реактивном уме Слова, услышанные в периоды бессознательности Тщательно записываются в вашем реактивном уме вместе с болью И подобно гипнотизерским внушениям Эти записи позднее могут контролировать ваши мысли Действия И чувства Без вашего ведома Далее мы более подробно рассмотрим инграмму одной женщины И увидим, что происходит, когда позднее эта инграмма активизируется И почему В инграмме содержится многое Боль Бессознательность И все восприятия Но самое вредоносное Это произнесенные слова, записанные, когда вы были без сознания Подобно гипнотизерским внушениям Эти записи могут быть активизированы чем-то в окружающей обстановке И заставить вас мыслить и действовать нерационально Вот пример инграмме, содержащей речь Женщина сбита с ног и без сознания Ее аналитический ум отключен А реактивный ум записывает все, что происходит с ней и вокруг нее Ей говорят, что она всегда притворяется Что она дрянь Что она всегда все портит И что она всегда меняет свое мнение Эта инграмма содержит непрерывную запись всех восприятий Вдобавок к произнесенным словам Она содержит звук и боль от пинка Ощущение пола Звук падения стула И звуки падающих предметов Звук проезжающего мотоцикла И шум воды, текущей из крана в ванной А также запах мужчины, ударившего ее И тон, и эмоцию его голоса Тот факт, что она без сознания Тоже содержится в инграмме Вместе со всеми остальными восприятиями В ее реактивном уме Болят пинка Равняется падающему стулу Равняется шуму мотоцикла Равняется звуку воды из крана Равняется тому, что она притворяется Тому, что она дрянь И меняет свое мнение Равняется тону голоса и эмоциям мужчины В этой инграмме Каждое отдельное восприятие Равняется любому из остальных восприятий Теперь эта инграмма Скрыта в реактивном уме И она может дремать там очень долго Пока что-то не активизирует ее Что же именно? В будущем В момент усталости или стресса Когда в окружающей обстановке Окажется достаточно много сходных с инграммой элементов Она активизируется К примеру Если бы однажды вечером Вода лилась из крана И женщина услышала шум мотоцикла И в то же время ее муж на кого-то кричал Тем же тоном Что и в первоначальном инциденте Эта инграмма активизировалась бы Это называется включением Включение Это первый момент активизации инграммы Она могла бы почувствовать боль в ноге Там, куда ее раньше пнули Боль – это глупая попытка Реактивного ума предупредить ее Что она в опасном месте И должна убираться оттуда А слова, которые говорились в инграмме Станут командами в настоящем времени И она будет менять свое мнение И хотя муж обвинял ее в притворстве в тот момент Реактивный ум воспримет это замечание Совершенно буквально Эта женщина думает, что такое решение подсказал рассудок Она думает, что беспокоится из-за ссоры с мужем Она не подозревает, что нервничает из-за включившейся инграммы И после включения инграмма может проигрываться снова и снова Например, позднее, когда эта женщина устала Или испытывает стресс Она слышит, как мужчина кричит на кого-то А по улице едет мотоцикл Это рестимуляторы Вещи в окружении Достаточно схожие с теми, что есть в инграмме Чтобы вызвать ее повторную активизацию Или рестимуляцию Женщина начинает нервничать Но не знает, почему Когда ее сын роняет вазу Она начинает проигрывать эту инграмму Иными словами Она говорит и делает ребенку то же самое, что муж говорил и делал ей Такое поведение называется драматизацией Драматизация – это проигрывание в настоящем времени чего-то, что случилось в прошлом Инграмма – это просто запись, похожая на граммпластинку Вы ее не слышите Пока кто-то ее не поставит Когда инграмма рестимулируется Реактивный ум просто проигрывает запись И вы можете действовать точно так Как и люди в этой инграмме Говорить и делать то же самое, что было сказано и сделано вам Но слова – это не единственное, что записывается в инграмме Помимо прочего, в ней есть ощущение боли В конце концов, вы были травмированы Или больны, когда ее получили Если уж слова в инграмме драматизируются Как по-вашему, что происходит, когда проигрывается запись этой боли? В медицине известна масса случаев Когда у заболевания нет никаких видимых физических причин По оценкам, 70% всех физических болезней Входит в категорию психосоматических Что же такое психосоматическое заболевание? Психо относится к разуму А соматика – к телу Термин «психосоматический» означает, что разум делает тело больным Или что болезнь была создана разумом в теле на физическом уровне В дианетике доказано, что причиной всех психосоматических заболеваний являются инграммы И вот почему Это инграмма, содержащая физическую боль Травма руки Боль в руке записывается в реактивном уме Вместе со всеми остальными восприятиями в инциденте Позже, когда эта инграмма рестимулируется похожими восприятиями в окружении Реактивный ум воспроизводит запись И может возникнуть физическая боль, которая в ней содержится В дианетике мы говорим, что включилась соматика Слово «соматика» обозначает любое ощущение, боль или физическое состояние, возникшее из-за инграмм Когда включается соматика, часть тела, которая была травмирована или больна, когда была получена инграмма Снова становится в какой-то мере больной Сколько же видов психосоматических заболеваний у вас может быть? Отчасти это зависит от всех ваших прежних болезней и травм А отчасти – от того, сколько состояний может породить ваше тело под воздействием слов и фраз в инграммах Понимаете, речь, записанная в инграмме, может оказать очень пагубное влияние на тело, так же, как и на разум Например, девочка упала в бассейн В суматохе кто-то возле нее кричит Теперь эта фраза хранится в ее реактивном уме Реактивный ум интерпретирует слова в своих командах совершенно буквально Не важно, что они значили, когда были произнесены Так что, даже став взрослой, эта девушка страдает астмой Поскольку ее реактивный ум буквально говорит ее телу, что она не может дышать Так реактивный ум делает тело больным Подумайте, сколько существует комбинаций слов И вы сможете представить, сколько вреда могут причинить эти команды Они могут изменить ваши ощущения Заставить вас чувствовать себя больным Или даже не давать вам выздороветь Вот почему многие распространенные проблемы со здоровьем Такие как аллергия, язва, артрит, высокое давление, мигрень, хронические заболевания кожи и странные боли Как оказывается, вызваны вредным влиянием инграмм Так вот, если у вас было относительно мало несчастных случаев Вы, возможно, думаете, что у вас немного инграмм Но на самом деле источником большинства инграмм Причем самых вредоносных Является период вашей жизни, который вы, вероятно, не помните Как вы сейчас увидите Как вы сейчас увидите Вы могли бы подумать Что если у вас никогда не было несчастных случаев, травм или операций Значит, у вас нет инграмм Будь это правдой, это было бы прекрасно Но, к несчастью, это не так То, что вы не знаете об этих инцидентах Еще не значит, что их нет На самом деле, в дианетике доказано Что человек получает большинство инграмм До того, как ему исполнится два года Само рождение – это инграмма И очевидно, что она есть у всех Но удивительно то, как много инграмм записывается до рождения Как такое возможно? Инграммы – это не воспоминания в обычном смысле Это записи В дианетике выдвинуто предположение Что инграммы, вероятно, записываются в самих клетках В конце концов, травмируются именно клетки Само слово «инграмма» – это медицинский термин Который означает «остающийся надолго след на клетке» Дело в том, что нас интересует лишь то, что работает А эта теория работает Когда клетки делятся, они передают новым клеткам записи всех инграмм, которые они получили Включая те, что были получены на самых ранних этапах жизни Видите ли, еще нерожденный ребенок не защищен скелетом А в утробе очень тесно Поэтому, когда что-то бьет по нему Или слишком сильно давит на него Его клетки и органы с легкостью травмируются И записывается пренатальная инграмма Например, если мама ударяется обо что-то, ребенок впадает в бессознательность Если мама чихает, ребенка сдавливает Если папу охватывает страсть, ребенок чувствует себя, как во включенной стиральной машине Когда у мамы утреннее тошнота, ребенок получает инграмму И так далее Как видите, у вас может быть много пренатальных инграмм И каждая может вызвать аберрацию В пренатальной инграмме, как и в любой другой, записываются все восприятия Включая всю боль, все звуки Эмоции присутствующих И все, что они говорят То, что еще нерожденный ребенок не понимает смысла этих слов, ничего не значит Инграмма – это просто ряд отпечатков на клетках его тела Когда ребенок вырастет, то всякий раз, когда эта инграмма рестимулируется Эта запись будет воспроизведена, и он наверняка поймет смысл этих записанных слов Конечно, он даже не подозревает о существовании этой инграммы Поэтому он оправдывает свое поведение Как видите, ваши аберрации вызваны не столько тем, что сделали вы Сколько тем, что сделано вам И по большей части, это произошло до вашего рождения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое боль? Боль – это предупредительный сигнал о том, что с вами происходит нечто вредящее вашему выживанию Боль говорит вам отдернуть руку от горячей сковородки Или сообщает, что с коленом что-то совсем не в порядке Боль – это наказание за ошибки при попытках выживать И боль – это всегда предупреждение о потере Если вы обожгли палец, ваше тело потеряло клетки на поверхности этого пальца Они мертвы Потеря кого-то или чего-то важного для вашего выживания тоже причиняет боль Вы испытываете душевную боль И эта душевная боль вызывает бессознательность Как если бы вас ударили дубинкой по голове Внезапное потрясение из-за потери, например, смерти любимого человека Это вид бессознательности, который снижает ваши аналитические способности Аналитический ум отключается в какой-то степени И записывается инграмма болезненных эмоций Инграммы болезненных эмоций вызваны внезапными потерями Такими, как уход кого-то важного для вас Смерть домашнего любимца Потеря работы Или неудача в бизнесе Или внезапная потеря собственности После подобных потерь вы можете почувствовать, что стали менее живым Почему? Вы живы? Значит, должна быть какая-то сила Поток чего-то, что делает вас живым Что представляет собой эта энергия? Это сущность жизни Назовем ее жизненной силой Это что-то вроде горячего воздуха Которым наполнен шар Чем больше у вас жизненной силы Тем сильнее вы стремитесь к выживанию Тем вы энергичнее и счастливее Чем меньше ее у вас Тем менее вы живы И тем слабее ваше стремление выживать Куда же уходит ваша жизненная сила? Инграммы, такие как эти Захватывают вашу жизненную силу Отбирают ее у вас Чем меньше у вас жизненной силы Тем менее свободны ваши эмоции И вы чувствуете себя более печальным Более бесчувственным И менее живым По мере того, как вы взрослеете И переживаете потерю за потерей Все больше вашей жизненной силы Понемногу запечатывается в вашем реактивном уме По мере уменьшения вашего энтузиазма Снижается и ваш потенциал выживания Великолепие и краски детства пропадают с годами Но красота и восприимчивость к жизни не исчезают Они просто пойманы в ловушку внутри вас Вы свободите эту пойманную в ловушку жизненную силу И вы вновь ощутите живость, бодрость и энтузиазм Так что очевидно, что есть связь между жизненной силой и вашими эмоциями Чем больше в вашем распоряжении жизненной силы Тем вы счастливее Как высоко могут подняться ваши эмоции И как низко могут опуститься Что если бы вы могли нанести свои эмоции на шкалу? Каким оказалось бы ваше положение на такой шкале? Что ж, скоро вы это узнаете Как вам известно Вы пытаетесь выживать как можно лучше и как можно дольше И задача вашего разума Обеспечить, чтобы вы достигли этой цели Если вы ошибаетесь И это угрожает вашему выживанию Вас наказывает боль Таким образом, ваш разум побуждает вас избегать боли Ваш аналитический ум Делает это рационально Ваш реактивный ум Делает это нерационально Если боль Это наказание за неудачу Каково же вознаграждение за успех? Удовольствие Подобно тому, как что-то толкает вас прочь от боли Какая-то сила толкает вас к удовольствию Удовольствие абсолютно необходимо для вашего выживания Оно также нужно для жизни Как и бьющееся сердце Удовольствие Это вознаграждение за движение к целям Способствующим выживанию и за их достижение Чем больше препятствий вы преодолеваете на пути к своим целям Тем вы счастливее и тем лучше выживаете На этой схеме ваше стремление к выживанию изображено стрелкой Которая направлена от боли к удовольствию Мы называем это побуждение динамикой выживания Вам необходима мощная динамика Чтобы одолеть факторы в окружении, которые стремятся подавить ваше выживание Эти сопрессоры давят вниз, угрожая вашему выживанию А ваш аналитический ум давит вверх, выдвигая решение Чем более ваш разум способен справляться с сопрессорами в жизни Тем лучше у вас идут дела У одних людей динамика сильнее, чем у других Ваш потенциал выживания находится где-то на этой схеме, разделенной на зоны Чем выше зона, тем сильнее ваша динамика И тем лучше вы выживаете Например, в четвертой зоне вы были бы способны справляться с сопрессорами У вас был бы отличный потенциал выживания, и вы наслаждались бы жизнью Но в зоне ноль сопрессоры казались бы слишком сильными, чтобы их одолеть И вы едва выживали бы Это зона безнадежности Эти зоны образуют шкалу эмоциональных тонов По мере того, как ваш потенциал выживания поднимается и опускается по этой шкале То же происходит и с вашими эмоциями В четвертой зоне вы бы испытывали энтузиазм и наслаждались жизнью Зона три – это зона счастья и благополучия в целом Зона два – зона скуки и сносного существования Зона один – зона гнева Зона ноль – зона апатии Хорошие новости, успехи и удовольствия Повышают ваш эмоциональный тон по направлению к счастью Плохие новости, неудачи, потери и боль снижают ваш эмоциональный тон Ваши эмоции могут опуститься по шкале на несколько минут А потом снова подняться Или же они могут опуститься по шкале на 10 лет и уже не подняться Если вы пережили слишком много потерь, слишком много боли Вы обычно фиксируетесь на каком-то низком уровне шкалы и остаетесь там Итак, инграммы действуют как сопрессоры вашего выживания Они подавляют ваш интеллект, вводя нерациональные данные в ваш аналитический ум И они подавляют ваши динамики, захватывая жизненную силу и снижая ваш эмоциональный тон Инграммы не позволяют вам реализовать свой потенциал Логично предположить, что если бы вы могли устранить воздействие всей физической боли и потерь своей жизни Вы стали бы счастливее, умнее У вас хватило бы энергии и напора, чтобы реализовать весь свой потенциал Но как вам найти то, что скрыто от вашего взора? Что ж, человеку доступен такой метод мышления и вспоминания, о котором он не подозревал Продолжение следует... С помощью дианетики вы найдете и устраните инграммы, скрытые в вашем реактивном уме Чтобы они больше не влияли на вас Но чтобы понять, как это сделать, давайте повнимательнее рассмотрим, как хранятся эти инциденты Вы знаете, что каждое мгновение жизни ваш разум записывает все, что с вами происходит Моменты, когда записывает ваш аналитический ум, плюс моменты, когда записывает ваш реактивный ум Образуют полную последовательность событий вашей жизни Последовательная запись вашего прошлого называется траком времени Трак времени — это система хранения всего вашего опыта в соответствии со временем, когда он был получен От начала вашего существования до настоящего времени Включая те инциденты, которых вы не осознаете Понимаете, когда вы получаете инграмму Аналитический ум отключается физической болью и эмоцией А поскольку он отключен, он не знает, что поступают инграммные данные Поэтому вы не осознаете, что эти данные существуют Когда инграмма рестимулируется, часть вашей аналитической способности отключается Так диктуют команды инграммы Из-за этого вы нервничаете, пугаетесь, чувствуете себя сонным, тупым или запутавшимся А источник этого остается скрытым от вас Но в дианетике было открыто, что вас можно отправить назад в бодрствующем состоянии к любому событию на трахе времени И вы сможете рассмотреть все, что было тогда записано Это не память, при помощи которой вы вспоминаете что-то Это нечто иное Например, когда-то вы выиграли заплыв Вы могли бы просто вспомнить о том, что вы его выиграли Это вспоминание Или же вы могли бы сосредоточиться И снова увидеть бассейн и других пловцов Вы могли бы услышать все звуки Почувствовать давление очков на лицо И запах воды в бассейне Вы могли бы ощутить плотность и температуру воды Ритм и движение вашего тела Частое биение сердца Боль в плечах И эмоции от победы Этот метод мышления называется «возвращение» «Возвращение» Это метод, который используется в дианетике Чтобы возвращаться к моментам из прошлого В бодрствующем состоянии И снова переживать восприятия, записанные тогда Чтобы сделать это, вы садитесь на удобный стул А ваш друг выполняет роль одитора Слово «одитор» означает тот, кто слушает и рассчитывает Одитор проводит вас через точные шаги дианетической процедуры О которых вы узнаете из 12-й части Его цель – найти эти инграммы и возвратить вас к ним Одитор использует систему под названием «файл-клерк», чтобы найти эти инциденты Конечно, в вашем разуме нет человечка, выдающего данные Однако разум действует так, как если бы он там был Одитор запрашивает у файл-клерка информацию И внезапно в вашем распоряжении оказываются все данные Например, если аудитор спросит, когда вы в последний раз ходили в кино Файл-клерк выдаст название фильма, дату, ваше настроение Все ваши восприятия, сюжет, погода в тот день Все, что было связано с этим походом в кино Одитор и файл-клерк – одна команда Одитор принимает любой инцидент, найденный файл-клерком, и возвращает вас в него Он побуждает вас пережить инцидент несколько раз, пока тот не ослабнет или не сотрется Стирание означает, что инцидент исчез из вашего реактивного ума и переподшит в аналитический банк памяти Теперь это просто память, не вызывающая боли и не имеющая власти над вами Возможно, вы думаете, что можете возвратиться в инцидент самостоятельно, но это не так Ваша аналитическая способность снижается, когда инграмма рестимулирована Она также отчасти снижается, когда вы возвращены в эту инграмму в одитинге Ваши речи, действия могут быть измененным вариантом инграммы И вы можете испытывать те же эмоции, что и в инграмме Так что в этот момент силы вашего реактивного ума больше, чем вы Вам не хватает настойчивости, динамического импульса, чтобы продолжать Но на аудитора не действуют ваши инграммы Он располагает всей своей аналитической способностью и сильным динамическим импульсом Поэтому вы вместе больше, чем силы вашего реактивного ума Когда вы объединяете усилия, он выдает свои запасы инграмм Когда весь болезненный опыт будет устранен из вашего реактивного ума Ваши аберрации исчезнут Вы вновь ощутите энергичность, энтузиазм в жизни И будете выживать на очень высоком уровне по всем динамикам Вы станете воплощением всего лучшего, что в вас есть Рациональным, уверенным, более умным, созидательным и продуктивным Человек должен наслаждаться жизнью И тот, кто избавлен от инграмм, будет наслаждаться ею максимально Такова цель дианетики Но чтобы достичь этой цели, вам нужно понимать, как работает аудитория Субтитры создавал DimaTorzok Дианетическая терапия называется одитингом Процедура, используемая в одитинге, позволяет вам установить контакт со скрытыми моментами боли И устранить их вредное влияние на вас Всю терапию проводят, перемещая вас по вашему траку времени Все, что вы когда-либо испытали, размещено на нем последовательно, в хронологическом порядке И хотя кажется, будто моментов боли и бессознательности нет на вашем траке Они там есть И их можно найти На самом деле эти инграммные моменты соединяются друг с другом в вашем реактивном уме И эта связь помогает вам найти их В действительности инграммы образуют цепи инцидентов, в которых есть что-то общее Скажем, когда-то вас сбил велосипедист А несколько лет назад вы неудачно упали с мотоцикла А давно, в детстве, вы получили травму, упав с велосипеда А еще раньше вы получили пренатальную инграмму, содержащую слово «велосипед» В вашем реактивном уме эти инграммы образуют цепь Ряд инцидентов, в которых содержатся велосипеды и мотоциклы Все инграммы также содержат вредную энергию или силу, называемую зарядом Именно этот заряд боли или эмоций наделяет инграмму силой и властью над вами Когда инциденты образуют цепь, поздние инциденты содержат собственный заряд, а также силу всех более ранних инцидентов на этой цепи Иначе говоря, более поздние инциденты получают свою силу от более ранних Одитинг устраняет заряд из этих инцидентов Поэтому, когда вы одитируете цепь инграмм, вам нужно найти самый ранний инцидент на этой цепи Поскольку именно он удерживает на месте остальные и наделяет их силой Этот первый инцидент называется бэйсиком Бэйсик на цепи — это всегда ваша цель Им может оказаться очень и очень ранняя инграмма И вот почему Представьте себе реактивный ум в виде перевернутой пирамиды Наверху этой пирамиды находятся самые недавние инциденты на траке времени Внизу — самые ранние Цементирующее вещество этой пирамиды — это вся физическая боль и болезненные эмоции, когда-либо записанные вами Цепь может состоять из инцидентов, каждый из которых содержит похожую боль или травму Или в них может быть один и тот же человек Или то же слово или фраза Или похожий запах Или похожие звуки или голоса и так далее Как видите, многие цепи могут ввести вниз в пренатальную область вашего трака времени К первому моменту, когда эта боль или фраза или голос появились в инциденте Поэтому цель в каждой сессии одитинга — попасть в эту нижнюю область Вступить в контакт с самыми ранними инграммами, которые можно найти, и устранить их Порой приходится вернуться в более позднюю область, чтобы найти недавние инциденты, особенно инграммы болезненных эмоций Сокращение этих более поздних инцидентов поможет вам обнаружить более ранние, которые скрыты под ними К тому же эти моменты потерь содержат в себе захваченную жизненную силу Высвобождение этого заряда ослабляет реактивный ум и повышает вашу способность находить инграммы Да и вообще жить На самом деле, очень важно высвобождать эмоциональный заряд из моментов потерь И когда большая часть этого эмоционального заряда устранена из вашего реактивного ума Вы достигаете состояния релиз Дианетический релиз Это человек, который избавился от своих наиболее серьезных беспокойств и болезней В самом низу пирамиды находится самый ранний момент боли и бессознательности Он называется «бэйсик-бэйсиком» Это первая инграмма на первой цепи инграмм И эту инграмму нужно найти, если вы хотите стать клиром Когда «бэйсик-бэйсик» стёрт, находить и стирать остальные инграммы гораздо легче На самом деле, эти инциденты не стираются Они просто перемещаются и оказываются подшитыми как опыт в ваших аналитических банках памяти Иначе говоря, теперь это воспоминания, не содержащие боли и заряда И не имеющие власти над вами Когда вся физическая боль и все болезненные эмоции в вашей жизни будут высвобождены Реактивный ум будет очищен от инграмм Вы вновь придете в оптимальное состояние Вы будете собой Вы будете клиром И следующая часть покажет вам, как начать Сейчас вы увидите дианетическую процедуру Вы с другом можете объединиться в команду и адитировать друг друга по очереди Это называется взаимным одитингом Человек, получающий одитинг, называется приклиром Поскольку он ещё не был отклирован, очищен от инграмм в его реактивном уме Человек, который проводит приклиры через эту процедуру, называется аудитором Вы должны стремиться быть самым лучшим аудитором Вы будете ожидать не меньшего от того, кто будет адитировать вас Существует точный кодекс поведения, которому должен следовать каждый аудитор Не просто из вежливости Это необходимо, чтобы аудитор работал Он называется кодексом аудитора В нём описано, какое отношение к приклиру у вас должно быть Чтобы аудитор работал, аудитор должен заслуживать доверие Поэтому соблюдайте договорённости и приходите вовремя И кстати, заслуживающий доверие, аудитор никогда не раскрывает секретов своего приклира Аудитор всегда должен быть добрым, заботливым, терпеливым и настойчивым Никогда не критикуйте приклира и не сердитесь на него Держите свои мнения при себе Соблюдайте кодекс аудитора Он приведён в книге Дионетика в главе «Роль аудитора» Изучите его как следует Ведь стоит вам нарушить этот кодекс, и в вашей сессии аудитория возникнут проблемы Ваша работа как аудитора – слушать и просчитывать любые трудности, возникающие у приклира И помогать ему находить инграммы Теперь подробно рассмотрим 10 основных шагов сессии дианетического аудитория, чтобы вы увидели, как именно они выполняются Они описаны в книге «Дионетика» в пятой главе раздела «Терапия» Они также изложены в карточке с указанием того, что делать и говорить на каждом шаге Одитор может смотреть в карточку во время сессии аудитория Возможно, вам было бы полезно следить по карточке в ходе этой демонстрации На первом шаге процедуры аудитор заверяет приклира, что тот будет осознавать всё происходящее На втором шаге аудитор просит приклира закрыть глаза Благодаря этому приклир приходит в состояние лёгкой концентрации, называемой ревери Приклир просто направляет своё внимание на себя и на аудитора На третьем шаге аудитор обеспечивает, чтобы ничто из сказанного им во время сессии не рестимулировало случайно приклира и не действовало на него позже как команда Для этого аудитор заключает с приклиром соглашение об отмене этого На четвёртом шаге аудитор возвращает приклира в какой-либо период прошлого Скажите приклиру вернуться к самому раннему моменту боли или неудобства, с которым он может вступить в контакт Теперь мы подходим к пятому шагу – работе с файл-клерком для получения данных Одитор побуждает приклира повторно переживать инцидент от начала до конца и описывать его по мере прохождения Скажите приклиру начать с начала инцидента и проговаривать его Проговаривать – значит просто описывать то, что вы переживаете повторно Заметьте, что приклир описывает всё так, будто это происходит прямо сейчас Это указывает на то, что он возвращён в инцидент, а не просто вспоминает его Когда вы хотите, чтобы приклир продолжал, говорите «продолжайте» Задавайте приклиру вопросы, чтобы получать данные Такие вопросы, как «что вы видите», «что вы слышите», «что вы чувствуете», «что она говорит» Позволяют удерживать его внимание на инциденте и проходить его На шаге шесть вы сокращаете все инграммы, с которыми установлен контакт, чтобы в них не осталось заряда Заряд – это вредная энергия, хранящаяся в инграммах Одитор следит за тем, чтобы из инграммы была разряжена вся болезненная и эмоциональная энергия Для этого он проводит приклира по инциденту много раз, пока тот не перестанет вызывать у него боль и эмоции Или пока не покажется, что он исчез Попросите приклира вернуться в начало инцидента и снова пройти его, отмечая все дополнительные детали, которые он сможет найти Одитор слушает новую информацию, получаемую из инцидента Пока появляются новые данные, инцидент сокращается, и нужно продолжать его проходить Приклир чувствует жар Он повторно переживает физическое состояние, присутствующее в инграмме Это называется «соматикой» При каждом прохождении через инцидент, его негативное влияние на приклира сокращается Она говорит, что вы так холодно Вы выглядите ужасно Вы выглядите ужасно Она говорит, что я желаю птичку Но птичка просто мне стакан Мне просто милости Просто немного Главное, что сегодня я ненавижу птичку Я понимаю Пожалуйста, продолжайте Это значит, что одитор просит Преклира описывать все, к чему прикасается его тело. Я чувствую мои очки. Окей. Что ты видишь? Я вижу мои toys. Моя фиштанка. Хорошо. Что ты слышишь? Греглый звук. Окей. Поехали. Ух... Это все. Я... Проводите Преклира через инцидент столько раз, сколько нужно, чтобы поднять его по тону до веселья по поводу инцидента. Когда Преклир стал оживленным и веселым при прохождении инцидента, инграмма стерта. Это почему... Это почему... Иногда Преклир не становится более радостным, несмотря на многократные прохождения. Я понимаю. Возьмите в начале и снова. Если он не получает новых данных об инциденте, несмотря на то, что проговорил его много раз, и не становится веселее, значит, есть более ранний, похожий момент, который нужно найти. Это все. Как вы видели, инграммы расположены цепями. Иначе говоря, существует ряд похожих инцидентов. В самом низу каждой цепи находится Basic, первая инграмма на этой цепи. Basic инцидент удерживает более поздние инциденты на месте, не давая им сокращаться. Значит, ваша цель – это всегда Basic инграмма цепи. Поэтому, если инцидент не сокращается после многих проговариваний, спросите, есть ли более ранний инцидент, похожий на этот. Если Преклир говорит «да», попросите его вернуться к более раннему инциденту и проговаривать его. Шаг 5. Скажите Преклиру начать с начала инцидента и проговаривать его. Начинать в начале и рекомендах. Ну, я слышу голос. Я не уверен, что он говорит. Что-то подобное выглядеть ужасно. Я думаю. Не уверен. Ок. Что ты видишь? Я не вижу ничего, просто черные. Ок. Что ты слышишь? Besides the voice, I hear coughing, gagging, something like that. I'm getting a headache. I understand. Please continue. That's it, really. That's all. Okay. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. I hear voices, a man's voice. What does he say? Well, he says... He's saying, You look terrible. Are you okay? And a woman says, No, I'm sick. I'm so sick. And I hear a cough and gagging. I get the sense that she's crying. Look, I can't do this. It's all right. What's the somatic? I feel pressure, like... I'm being compressed. I feel pressure on my head right here. But I don't see anything. I can't do this. You're doing fine. Please continue. I can't do this. I can't do this. I can't do this. I can't, I can't do this. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Одитор должен быть смелым. Никогда не прекращайте сессию, сократив инграммы наполовину, лишь потому, что приклир просит об этом. Если приклир посреди инграммы, единственный способ выйти из нее, это пройти через нее столько раз, сколько нужно. Пока новые данные все еще появляются, инцидент сокращается, и его надо продолжать проходить. Продолжайте проходить инцидент снова и снова, пока приклир не повеселеет. Когда инцидент больше не вызывает у него боли и эмоций, и больше нет данных для прохождения, инграмма стерта. Приклир поднимается по шкале тонов, он будет оживленным и веселым, и, возможно, будет смеяться над инцидентом. Строго говоря, инграмма не стерта. Она просто перемещена в его аналитический ум, как воспоминание, и больше не влияет на него. Это хороший момент, чтобы закончить сессию. Для этого перейдите к шагу 7. Теперь одитор должен сказать приклиру «вернуться в настоящее время». Вы должны убедиться, что приклир в настоящем времени, поэтому на восьмом шаге вы спрашиваете. Теперь одитор должен сказать приклиру слово «отменяю», чтобы ничто в сессии не действовало на него как команда или внушение в дальнейшем. Это шаг 9. Теперь одитор должен восстановить у приклира осознание окружения. Это десятый, заключительный шаг процедуры. Такова процедура. Это была демонстрация дианетического одитинга со всеми его составляющими. В дальнейших сессиях в работу берут другие инциденты и проходят их один за другим. Все, что я вам сказал, когда вы в терапии сессии, будет раздражено и у вас нет силы с тобой. Какие предложения, которые я вам сделала, будут без силы с помощью, когда я скажу слово «раздражено». Вы понимаете? Да. Хорошо. Давайте идем к первым моментом боли или неудачи. Хорошо. Есть время, когда я скрылся на дерево. Хорошо. Начнись в начале и повторяйте. Осталось 7 лет. Просто находите самые ранние доступные инграммы и стирайте их. Помните о главной цели – найти и стереть Basic Basic – самый ранний момент боли и бессознательности. Поэтому в каждой сессии вы пытаетесь добраться до него, пока не будете уверены, что нашли его. Когда Basic Basic стерт, находить и стирать остальные инграммы будет гораздо легче. Для наилучших результатов перед дианетической сессией всегда нужно хорошо есть. Одитер никогда не должен одетировать приклира, который плохо питается или голоден. Хорошее белковое питание поможет вашему одитингу проходить более гладко. Также этому поможет витамин В1. Одитинг, похоже, уменьшает количество В1 в организме, поэтому настоятельно рекомендуется принимать В1, когда вы получаете одитинг. Кроме того, вы должны достаточно отдыхать. Одитер не должен одетировать уставшего приклира и не должен одетировать в позднее время, когда тот обычно спит. Лекарства и алкоголь снижают вашу способность находить и проходить инграммы, затрудняя одитинг. Поэтому не пейте алкоголь за 24 часа до одитинга. Если переждать неделю после приема аспирина или других лекарств, то улучшится ваша способность справляться с инграммами. Всегда соблюдайте договоренности о времени и месте одитинга и планируйте регулярные сессии. Не обязательно получать одитинг каждый день, но желательно получать его каждые 2-3 дня. Это дает наилучшие результаты. Продвигаясь в одитинге, вы увидите, что поднимаетесь по шкале тонов и стабильно улучшаетесь. На самом деле изменения будут заметны от недели к неделе. Когда вся боль и горе стерты, реактивный ум очищен, и вы стали клиром. Люди каждый день достигают этого состояния. Вы тоже можете его достичь. Дианетика — это приключение. Это экспедиция в человеческий разум, обширную, неизвестную область в сантиметре за вашим лбом. Продвигаясь в терапии, вы переживаете приключения. Вы узнаете, почему вы делали то, что делали. Узнаете, чем были вызваны непонятные страхи, которые преследовали вас в детстве. И узнаете, где заложены моменты вашей боли и что в них содержится. Кое-что из обнаруженного может изумить вас, так как самая важная информация может храниться не в памяти, а в разрушительных инграммах, скрытых глубоко в вашем разуме. Возможно, вы не знаете многого о себе, о своих родителях и о своих мотивах. Вы найдете много причин, по которым говорите то, что порой говорите. Чувствуете то, что порой чувствуете. И думаете так, как порой думаете. И когда вы обнаружите в прошлом фразы, которые в настоящем времени стали командами, вы узнаете, насколько забавны эти причины, особенно для вас. Дионетика – приключение, в котором нет и следа серьезности. Ведь хотя она и имеет дело со страданиями и потерями, в конце всегда ждет облегчение и смех. Настолько неверно были истолкованы вещи, которые заставляли вас страдать. А в конце этого путешествия вы обретете способность жить хорошо, жить в полную силу и наслаждаться жизнью. И это – душевное здоровье. Это – выживание. Это – счастье. Это – состояние клир. Итак, вас ожидает приключение. Так к нему и отнеситесь. И да не останьтесь таким, каким вы были прежде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... There it was with all its pains and sensations and everything else. I was able to experience, re-experience, some very real moments of prenatal. It was a weird scrunched up feeling and then we kept going through it and I'm like, oh, you know, that would explain a lot why I don't really get along with my mom. But then we ran that out and then later that day I called my mom up and I'm like, no mom, I'm actually really happy that you're my mom. I thought for me it would be absolutely impossible for me to recall such an early incident, but I remembered everything that it says in the book is true. It just made everything in dialects completely, subtly real to me because it explained that everything talked about there applies to everybody. I was tired regularly, every morning. I used to be like completely tired and I was like, something must be wrong with me, right? After that next, I was totally gone. I had this pain in my back that was bothering me for years and years and years. I came out of session and I was like, wait, where's the pain? No, it cannot be. I had this pain for years and suddenly it wasn't there. My somatic, you know, whatever the feelings I had on my knees and whatever, she just went away. My headaches are gone. I haven't had a headache in years, literally. I went to the emergency hospital very often. I just could not breathe. Now I don't have asthma. Haven't had it. It's gone. I used to be so shy that I wouldn't talk to people. And now I'm the most awkward person you could imagine. Like about seven years ago, my mother died. And I had a hard time to get over it. But after Dianetics, I finally managed to get over that period of my life. And, you know, you kind of enjoy life again. I ran out the death of my father. He died when I was six years old. And it just released so much stuff, so much charge that I had from that that I didn't even know I had. Through a loss of someone that I loved, like, I just decided that I didn't, I wasn't going to love that type of person again. A breakup I had with a girlfriend that was pretty bad. I was very distressed about it. And I went back and I found something that happened way earlier than that. And after that, I just felt so calm. I felt so peaceful. And I could handle that part of my life so much easier without all this unnecessary grief. I was able to laugh and enjoy life and things were better and I could see goals again and futures again. My whole life changed. I personally, I met my husband. Like, I got, you know, I got married. The book talks about having part of yourself kind of held up in moments of past pain and unconsciousness. That's exactly what it felt like, was I got part of myself back. It's like all these layers that weren't me, you know, are being peeled off. There's a lot of me's who I thought was me who aren't me. Dianetics gave me back to me. You're running out all that charge that you had and all the attention that you had on your past, getting rid of all that stuff so you can actually just live life today. You can't live in the past, you really can't. And something I took away with me from Dianetics was I need to live for the future. And it really makes you able to take on the world and take on whatever comes your way. It's like full speed ahead, charge through life, you know, good, bring it on and I can handle it, you know. The biggest win is going clear. Things go right around me, you know, it just kind of works out. It's just easy. My biggest win was to become clear. I became very playful about life because things are not that serious anymore. My biggest win in Dianetics is going clear. A friend of mine and I decided that we were going to audit each other and we kind of just sat down and decided, hey, we're going to go for this. How could you build a better friendship than to have your friend clear you? He was just like totally beaming, you know, and to think that you actually had a hand in that. I almost think that I actually like auditing Dianetics more than receiving it. Helping someone one-on-one and watching their life change. You never think that person's going to be okay again. They've lost that family member and then with Dianetics they're actually themselves and happy and laughing again. They thank you. They grabs your hand and say, you saved my life. Thank you so much. And that kind of feeling to be able to give that to somebody else is worth anything in the world. It just blew my mind that it was a technology that's so simple and so amazing and can literally handle some of the most basic and fundamental things that are troubling mankind. By no stretch of the imagination, it is that thing that every single person on this planet needs. It would be cheating yourself to not get the same wins and the same benefits and the same realizations about yourself and other people. Why would somebody not do it? Because they haven't tried. Once they try it, let's go. You literally would say, oh my God, every single moment of the way. And it is the most radical journey you could ever go on. And I tell you what, if you treat it like an adventure, you will never be the same again. And that's for sure.